Сегодня мы разрушаем очередную легенду по поводу того, что отнимают или не отнимают иммиграционные, либо неиммиграционные визы на границе. Месяц назад я был в Нью-Йорке в аэропорту и делал как раз видео, то самое место, где возможно можно лишиться визы. Но я показал, где это может произойти. Вот живой пример. Значит, у нас есть клиент, вернее был наш клиент полтора года назад, мы сделали ему визу. Вот это, кстати, его билет. На билете здесь с обратной стороны всякие разные надписи. Так вот, человек, сейчас скажу, когда. 12 января. 11 января вылетел из Москвы и Шереметьево в Вену для того, чтобы через 10 часов из Вены полететь в Нью-Йорк, в аэропорт J.P.K. Значит, он долетел успешно до Вены, там переночевал в аэропорту и на следующий день в 15.00 должен был быть рейс в Нью-Йорк. И на стойке регистрации, там нужно было пройти определенную регистрацию, то есть, как это происходит. Там такие столики, вы просто подходите с билетом, подходите с паспортом, показываете, ваш паспорт пробивают, ваш билет пробивают и регистрируют на рейс, и дальше вы уже идете в самолет. Именно на этом этапе ему сообщили, что у него проблема с визой, хотя до этого он был четыре раза в Соединенных Штатах за два года, четыре раза, то есть, не было никаких нарушений. То есть, даже правила дорожного движения он не нарушал, он всегда проходил на зеленый свет, то есть, не было даже в этом проблем. По срокам я вообще об этом не говорю, там максимум было две недели. Ну, в общем, в итоге, по непонятным причинам, ему отказывают во въезде в США, именно в Австрии. Значит, на его билете, ну, ему долго объясняют, что у него там какие-то проблемы, он пытается это выяснить, что случилось. Значит, на его билете здесь пишут, то есть, посольство США в Вене, номер телефона, ну и дальше здесь уже телефон авиакомпании для того, чтобы вернуть свой чемодан. Вот, значит, по этому телефону, то есть, мы связываемся отсюда, нам дают этот телефон, мы связываемся с посольством США в Вене, говорим номер визы, на что нам говорят, что это виза недействительная. Мы спрашиваем, она аннулирована? Они говорят, нет, отлично, что это? Никто нам сказать не смог. Дальше, мы звоним в посольство США здесь, в Москве, в консульский отдел, говорим номер паспорта, говорим номер визы, спрашиваем, в чем проблема, почему человека не выпускают. Они нам говорят, что виза действительно никаких проблем нет. Вот, значит, единственный там был минус во всей этой истории, хотя мы до этого выясняли, возможно ли это или невозможно. То есть, у человека паспорт заканчивался 18 января, то есть, где-то оставалось 5-6 дней до окончания заграничного паспорта. Но виза была до середины ноября 2017 года. То есть, до этого звонили в посольство, сказали, что это не проблема. То есть, в чем проблема, никто не знает. Теперь наша задача просто разобраться в этой ситуации. Мы написали сейчас письмо в посольство США в Москве с просьбой разъяснить данную ситуацию, вот, потому что деньги на билет потрачены, то есть, должны были у человека произойти встречи в Нью-Йорке, они не произошли, то есть, человек понес материальный ущерб, да, сейчас наша задача эти деньги вернуть и найти ответственного. То есть, почему так? Вопрос, можно ли просто так человека лишить визы? Мы считаем, что нет. И мы будем с этим разбираться и, соответственно, снимать видео. То есть, мы будем постоянно снимать каждый наш этап. То есть, сейчас мы получим из посольства письмо, мы сразу же его покажем, чтобы люди видели, что дальше делать. То есть, в данном случае, если у вас произошла такая же ситуация, вас не пускают в Соединенные Штаты, вы получили визу, она может быть либо иммиграционная, либо неиммиграционная виза, разобраться на каком основании. То есть, это можно сделать в своей стране, это можно сделать, допустим, в том месте, где вас не пустили, это может быть какая-то транзитная страна, либо это делается из Соединенных Штатов. Мы можем просто смело написать письмо в Госдеп Вашингтон и разобраться, на каком основании человеку отказались, чем мы, собственно, и занимались. Потому что каждый проход в Соединенные Штаты, получить визу, купить билет, подготовиться, это же все деньги. Наша задача эти деньги теперь вернуть. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт defisvisa.com и в наши группы в Facebook и ВКонтакте. Миф развеян, да, действительно можно и не въехать по визе. Всем всего доброго, пока. Субтитры сделал DimaTorzok